МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это число больных продолжает стремительно расти. Вот только тех, кто не носит маски, меньше в наших ТРЦ не становится. Решили выяснить, строго ли у нас по сравнению с европейскими ограничениями и штрафами. Может, именно в этом дело? Дмитрий Круковец расскажет подробнее. Сначала школа, потом деньги. По концессии можно строить одновременно сразу несколько образовательных учреждений. В России и, в частности, Югре этот механизм сотрудничества набирает популярность. Сколько учебных объектов планируют возвести подобным образом в Сургуте? И почему заключенные инвестконтракты срываются? Об этом в материале Карины Александровна. По данным правоохранителей, в Сургуте хакерским атакам чаще всего подвергаются личные странички в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. С помощью сайтов-фальшивок злоумышленники получают доступ к паролям пользователей и используют информацию в своих целях, безостенчиво спекулируя на чувствах и переживаниях людей. Как уберечься от действий мошенников, узнавала Оксана Ярославцева. Хотите ощутить новый уровень комфорта? Тогда взгляните на жилой комплекс «Жемчужина-Аби». Красивый, новый, расположившийся на берегу реки. С теплыми лоджиями и панорамными окнами. С уникальными планировками. От 3 миллионов 750 тысяч рублей. Чтобы найти свою «Жемчужину», достаточно позвонить в отдел продаж в Сургуте. 39-0101, улица Есенина, 2. Это программа «Новости главное». Здравствуйте. Служба информации и телерадиокомпании «Сургут Интерновости» и я, Дарья Давыдова. В ближайший час расскажем вам о самых заметных событиях недели. Только главные новости этих 7 дней. Начнем выпуск с традиционного для последних недель обзора заболеваемости коронавируса. На уходящей неделе в соцсетях писали, что Югра вроде как вышла на плато. Мол, стабилизировался ежесуточный прирост на уровне от 2600 до 3000 заболевших. Плюс отмечали и спад выявляемости в крупнейшем городе. В Сургуте, однако, похоже, что о плато говорить пока рано. В четверг и пятницу наш муниципалитет дал в статистику четверть всех верифицированных тестов. 4 февраля их было 1105. В целом же цифры с понедельника по пятницу показали двукратный рост. Если с 24 по 28 января заболевших в регионе было 7770, то на этой неделе за тот же пятидневный период, внимание, почти 15 с половиной тысяч, при том, что количество выписанных в 13 раз меньше. Лидер сводки Сургут. Здесь 4220 носителей коронавируса. Следом Нижневартовск, где 2700 заразившихся за пять дней. Далее идет окружная столица. 2000 инфицированных. В Сургутском районе 543 новых ковид-положительных. Естественно, новые ограничения не заставили себя ждать. Постановлением губернатора Югры введен запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия, причем срок окончания ограничений не обозначен. Впрочем, можно посещать спектакли, концерты, кинотеатры при условии заполняемости кресел в 30%. В музеи, галереи и библиотеки теперь только по записи, исключительно для индивидуальных групп численностью не более 10 человек. Разрешены соревнования муниципального и ведомственного уровней, но без зрителей. На крупные турниры та же 30-процентная рассадка. Заболеваемость ковидом растет по всей России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что показатели за неделю стали в два раза больше. В среднем на 100 тысяч населения приходится 468 случаев заражения инфекцией. Вместе с тем специалисты отмечают, что для пятой ковидной волны характерное быстрое распространение и зачастую легкие формы проявления заболевания. Однако нагрузку на медицинские учреждения это не уменьшает. В Сургуте ежедневно в поликлинике обращаются порядка 5 тысяч человек. Специалисты выезжают на вызовы с утра и до глубокой ночи. Всего в городе положительные результаты тестов на коронавирус получают в районе тысячи человек ежесуточно. Чтобы справиться с нагрузкой в медучреждения привлечены дополнительные специалисты. Резкий всплеск заболеваемости сплотил и общественность. Больницам помогают автоволонтеры. Меценаты выделяют средства на новое оборудование. Каков прогноз развития ситуации и можно ли говорить о выходе на плато в ближайшее время? Подробности у Марии Ливанян. Новый штамм омикрон выявлен практически во всех субъектах Российской Федерации. С ростом показателей заболеваемости увеличивается нагрузка на всю систему здравоохранения. Уважаемые земляки, ситуация с заболеванием, коронавирусная инфекция, остается сложной. Количество заболевших растет. В Югре, по данным на 4 февраля, у 33 жителей выявлен новый штамм COVID-19 – омикрон. Особое внимание по поручению президента Владимира Путина сейчас уделяется изучению циркулирующих мутаций вируса. Для создания условий по исследованию проб в регионы направлено около 400 миллионов рублей. Югра также получит из федерального бюджета порядка 120 миллионов рублей на поддержку поликлиник, которые столкнулись с беспрецедентным ростом заболеваемости. В пиковые периоды четвертой волны, в ноябре 2021 года, у нас количество наблюдаемых заболевших лиц было около 5000 человек поликлиникового рода сургута с коронавирусной инфекцией. Сейчас, как я вам уже сказал, 13 тысяч. Ну, в целом. И рост продолжается. Если говорить о структуре, то среди заболевших около 20% – дети. Их более 2,5 тысяч. Порядка 20 ребят переносят инфекцию в тяжелой форме. Медики отмечают, что с введением дистанционного обучения рост заболеваемости среди несовершеннолетних остановился. Как отмечает Максим Слепов, сейчас, в отличие от первой и второй волн, ковид – болезнь, которая коснулась абсолютно каждой семьи. У меня муж проволел, мы-то нет, а муж проволел в декабре еще. Переживали, ну, в легкой степени перенесли, но ничего. Прививки поставили. Я не болела, болели близкие, но уже, слава богу, все выздоровели, все хорошо. Болели, мы с женой вместе. Как перенесли? Нормально, хорошо. Очень прекрасное отношение врачей. Болеют, и сын болеет, младший и жена болеет, подтвержденно. А сам? Сам болел, конечно, раз на пять. Высокий рост заболеваемости объясняется тем, что новый штамм коронавируса крайне заразен. Вместе с тем этот тип инфекции реже приводит к тяжелым последствиям. Из 13 тысяч человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 развитие пневмонии зафиксировано только у 250 горожан. В предыдущие волны эта цифра была в разы выше. О снижении тяжелых форм говорят и инфекционисты Сургутской окружной клинической больницы, где с начала пандемии функционирует ковидный госпиталь. Характерно редким развитием тяжелых форм, все заболевания у нас проходят в средней степени тяжести, ну и в большинстве в легкой форме. Ограничиваются катаральными явлениями, то есть першением, болями в горле, незначительной субфибрильной лихорадкой, развитием пневмонии до 50% максимум. То есть тяжелых форм гораздо меньше, нежели в сравнении с предыдущими волнами. Вместе с тем о том, что медикам стало легче работать, пока говорить не приходится. Данная вспышка характерна огромным количеством обращаемости, поэтому все врачи, весь медицинский персонал работает в очень напряженном режиме на сегодняшний день. В среднем в Сургуте ежедневно фиксируют порядка 5000 вызовов врачей. Специалисты отправляются на первые адреса в 8 утра, а возвращаются уже поздней ночью. Не обходит инфекция и медиков. Из сотрудников первичного звена на больничном порядка 400 специалистов. К работе поликлиник привлекли дополнительно около 200 человек. Это студенты и ординаторы. Последние активно помогают и в красной зоне. Мобилизировались для поддержки врачей в борьбе с ковидным бумом и добровольцы. Автоволонтеры помогают объезжать пациентов и развозить лекарства. Это и женщины, это и девушки, это и мужчины, это и молодые люди. Разные люди. Самое главное, что у них один объединяющий есть такой фактор. Они очень переживают за то, что происходит сейчас и хотят помочь нашим сургутянам не столкнуться с бедой. На данный момент в распоряжении врачей около 165 машин. Это не только транспорт медучреждений, но и от администрации сургута, градообразующих предприятий и волонтеров. Помощь добровольцам предполагается будет востребована до конца февраля. Как отметили специалисты, пока на снижение заболеваемости надеяться не приходится. Одним из самых надежных способов защиты остается иммунизация. В крупнейшем муниципалитете Югры прививки от ковида поставили более 230 тысяч человек. Четверть из этого числа посетили больницы для ревакцинации. Через 6 месяцев ревакцинация уже обязательно должна быть. Мы даем рекомендации через 4 месяца. Клинически мы наблюдаем, что иммунитет, к сожалению, снижается. Для того, чтобы бороться с нынешним штаммом, достаточно, еще раз, высоко заразным, то мое мнение и мнение специалистов, мы читаем и мировой опыт, Израиль в частности, они уже рекомендуют, учитывая пока такой высокий рост заболеваемости, ревакцинироваться уже через 4 месяца. В Сургуте, по данным медицинских учреждений, ни у одного из жителей, прошедших вакцинацию, не зафиксировали осложнений. Только допустимые реакции в виде временного и небольшого повышения температуры и слабости. Согласно исследованиям ВОЗ, новый всплеск заболеваемости легче проходит в странах с высоким коллективным иммунитетом. Мария Ливанян, Денис Зонов. Специально для программы «Новости. Главное». 121 тысячу рублей заплатили сургутяне за нарушение масочного режима. Это только по тем документам, которые выписали специалисты Сургутского спасательного центра. Сотрудники этого учреждения проводят рейды в торговых центрах. С 5 мая 2020 года именно тогда в силу вступило постановление губернатора об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах работники МКУ в ходе рейдов выписали и направили в суд 746 протоколов. Кто чаще всего пренебрегает мерами защиты? Насколько серьезно к проверке QR-кодов относятся сотрудники заведений общественного питания? И на ком все же лежит ответственность за наличие маски и сертификата о вакцинации? На контролирующих органах, предпринимателях или на самих жителях? Об этом мы поговорили с главным специалистом Сургутского спасательного центра Юрием Нестеровым. Юрий Геннадьевич, мы все наблюдаем высокий рост заболеваемости в Сургуте и по 600 человек в день, и по 900 человек в день. И в связи с этим логичное развитие событий, что усиливаются контрольные мероприятия по контролю за мерами профилактики, за тем, как люди соблюдают масочный режим. Скажите, с какого момента этих контрольных мероприятий стало больше? Насколько их стало больше? И где они проводятся сейчас? Ежедневно на закрепленной за нами территории в городе Сургуте. Работаем мы, Сургутский спасательный центр, только по торговым точкам, по торговым центрам нашего города. На данный момент у нас по торговым точкам совершено 543 рейда. Это на момент 1 февраля 2022 года. Количество рейдов, это надо в день умножать на 6-10 торговых точек, которых мы посещаем у торговых центров. С 5 мая 2020 года. Скажите, кто чаще всего нарушает? Это дети, это подростки, это взрослые люди или, может быть, пожилые? Несознательных граждан у нас хватает любых возрастных категорий. Конечно, протоколы мы не составляем на детей несовершеннолетних, в связи с тем, что мы, когда производим рейды с сотрудниками Росгвардии, если нам нужно будет составить протокол несовершеннолетнего, с нами должен быть обязательно инспектор по делам несовершеннолетних. Какие вот аргументы приводят люди, когда идут без маски, когда вы их просите надеть маску? Основные аргументы, которые нам приводят для того, чтобы не соблюдать масочный режим, и вступают с нами в полемику, это из-за того, что первое, это то, что я уже переболел. Это раз. Второе, у меня произведена вакцинация от COVID-19. Третье, я сдал ПЦР-тест. Ну, насколько я как бы не медик, конечно, но я прекрасно понимаю, что это не те аргументы, что вы можете в любом случае быть разносчиком данного вируса. У вас нет ощущения, что вот, может быть, за последний месяц люди как-то стали менее ответственны относиться, может быть, даже не за последний месяц, а вот последнее какое-то время? В 2020 году к этому первоначально относились очень-очень ответственно. В транспорте, в общественном, в этом отношении хотя бы навели у нас порядок изначально. Сейчас его поддерживают, потому что я сам езжу на автобусе, с работы на работу. Вот я это все вижу. То как бы в торговых центрах, в торговых точках частенько все-таки попадаются несознательные граждане, и с которыми приходится, конечно, вступать в объяснение, объяснять людям, как надо себя вести, что нужно соблюдать. Проверяя торговые центры, в них непосредственно есть и точки общепита, и там у нас существует система проверки QR-кодов у посетителей и наличия этих QR-кодов у сотрудников. Скажите, как сейчас там обстоят дела? На закрепленной нами территории, где находятся наши точки, которые мы везде проверяем, как торговые, так и мимо проходим, которых торчек общепита, уже заранее нас видят и знают, что мы обязательно не пройдем мимо просто так, обязательно проверим, посмотрим, как это все производится. Поэтому сотрудники всегда делают при нашем виде, без нас, возможно, что делают все это дело правильно, потому что мы это наблюдаем, видим и обязательно делаем предупредительные какие-то меры. По вашему мнению, соблюдение масочного режима, наличие QR-кодов у сотрудников торговых центров, точек общепита, проверка этими же сотрудниками наличия QR-кодов у посетителей, вот это все-таки ответственность этих сотрудников и посетителей, или все-таки необходимо постоянно это контролировать, чтобы люди, вот как вы сказали, что они видят, и они сразу начинают как бы это делать, это проверять. Мое личное мнение по этому поводу. Я считаю, что это в любом случае все зависит от сознательности как самих посетителей, так и, соответственно, работника, который выполняет данные функции и обязанности. Проверяющие, контролирующие органы, они ведь видят только то, что они на данный момент видят. А уже когда нас там нет, то, естественно, это все находится на совести работника, который это обязан проводить. И, конечно, нужно опираться на сознательность данных граждан. Пожалуйста, берегите свое здоровье и здоровье всех окружающих ваших людей. И только все вместе мы сможем что-то сделать для нас хорошее и победить данный вирус. Несмотря на взрывной рост заболеваемости ковидом, в наших торговых центрах никакого напряжения не наблюдается. По крайней мере, так считают наши журналисты, бывая там регулярно и по работе, и по домашним делам. Разве что проверяющие органы нет-нет, а всполошат местных торговцев. Тем не менее, зайдя в любой крупный центр, обязательно можно встретить людей без масок. Но не станешь же ты делать замечания незнакомому человеку. И тут напрашивается один вопрос. А ради кого вообще все это введение масок и QR-кодов? Для проверяющих? Есть ли какой-то реальный результат от этих правил и как к ним относятся сургутяне? Как за соблюдение ограничений спрашивают в других странах? И ответственнее ли там жители относятся к регламентам? Подробности в следующем материале. Вот так вежливо просит сургутяна одеть защитные средства. Девушки стоят за мороженым, без сизов и не обращают внимания ни на камеры, ни на людей в погонах. А продавца десерта, она ведь примерно того же возраста, это ничуть не смущает. Хотя обслуживать таких героинь не рекомендовано. Но у самой девушки, что за прилавком, QR-код имеется и здесь обошлись с замечанием. В следующем бутике к консультанту вопросов у участников очередного рейда не возникло. Зато встречное предложение полицейскому предъявить QR-код последовало в магазине на другом этаже. Не показывает почему-то, а у некоторых показывает. Через госуслуг изойдите. Тут обошлось. После обновления сайта госуслуг, сохраненные в телефонах сертификаты, надо было перезакачать. Полицейский с этой задачей справился и QR-код сотрудница магазина считала. Продавец говорит, что ухо востро надо держать совсем и без исключений. Времена такие сейчас совсем уж не до шуток. Ну а сами, когда вас просят, когда вы заходите куда-то в магазин, вас это не раздражает? Нет. Как человек? Нет. А вы все работаете в этой сфере? Ну конечно, мы работаем и мы понимаем, каково тем покупателям, да, и тем продавцам, которые требуют и которые выслушивают много чего интересного. Но мы же не виноваты. Это закон, правительство придумало. Если быть точным, то придумывают новые правила в Роспотребнадзоре. А чиновники уже решают, идти на поводу у санитарных врачей или нет. И в народе, в большинстве своем, эти решения поддерживают. Нас же много, которые понимают. Есть те, которые не понимают. И как с ними бороться, я не знаю. Ну вы таких не обслуживаете, да? Нет, конечно. Зачем? Мне мое здоровье дороже. Мне уже возраст, поэтому я жить хочу. Другой вопрос. Насколько эти ограничения эффективны? Два года с ними живем, а заболевших все больше и больше. Инфекционисты сетуют на антипрививочников. Мол, не вакцинируются они. И из-за этого появляются новые штаммы. Кто-то до сих пор не верит в само существование коронавируса. А кто-то не уверен в эффективности тех или иных мер. Как считаете, правильно это затея с QR-кодами, с масками? Так и должно же быть? Если оно приносит результаты, то я думаю, что да. По вашему мнению это приносит? По вашему. Я думаю, маски, да. QR-коду не знаю. Где подтверждены результаты, что маска защищает коронавирус? Чем? Чем? Вы же сами не знаете ответа на эти вопросы и сами вопросы задаете. А тем временем в Германии, к примеру, дети с 7 лет обязаны сидеть на уроках и посещать общественные места в медицинских масках. И это длится два года. Наша землячка из Тюменской области, Наталья, уехала в эту европейскую страну 17 лет назад. Говорит, что ограничительные меры у них куда жестче, а минимальные штрафы в рублевом эквиваленте за 20 тысяч переваливают. Маски в Германии обязательны во всех общественных учреждениях. И в некоторых городах на улице, где большое скопление населения. То есть мы обязаны все носить маски. Только дети до 6 лет освобождаются от ношения масок. Это значит, что каждый день дети идут в школу, сидят на уроках в маске. Им разрешается снимать маски только если они кушают или пьют воду. А также если они выходят на улицу, допустим, на школьный двор. Мы, учителя, не имеем права снимать маски даже во время ведения уроков. То есть, например, в среду у меня было 8 уроков. Я 8 уроков отработала в маске. Что касается проверяющих служб, то их в этой стране почти никто не видит, уверяет Наталья. Ответственность на учителях. Но к нам приходят тоже сотрудники такого учреждения. Он называется Орнукзамт. Иногда они контролируют. Полицейские к нам не приходят. Вот эти сотрудники, они в штатской одежде. Если они, допустим, кого-то поймают, скажем так, без маски, то это стоит где-то от 250 евро. Но за два года пандемии я пока их не видела. Найти хотя бы одного человека даже случайно в любом магазине самого маленького городка Федеративной Республики невозможно. Здесь такой менталитет. То есть если у нас сказано носить маски, то их все и носят. А если ты забудешь случайно эту маску, ну тебе скажут, подойдет сотрудник, допустим, магазина, скажет, наденьте маску. Но я ни разу такого не видела, чтобы кто-то не надел маску, предварительно зайдя в магазин. Такую картину просто не увидеть. Но сейчас у вас какая обстановка с коронавирусом вот на сегодня? Послабления какие-то чувствуются? Потому что у вас-то построже получается, чем в России. Да, у нас получается построже. Нам обещают какие-то послабления, может быть, к концу февраля. Либо даже, наверное, к Пасхе. Нам же пока ничего не обещают, потому что прогнозировать что-то в нынешнюю и непредсказуемую пандемию уже никто не берется. Здесь главное уберечься от инфекции. А каким именно способом решать каждому самостоятельно? Устали от масочного режима? Ужасно. Да? Да. А соблюдаете? Ну, если... Или когда как? Нет, если в общественном, да. А если иду одна, то нет. Как вы думаете, когда это закончится? Такое ощущение, никогда. Дмитрий Круковец, Виталий Торопов, Сергей Коликов, Юрий Чанцев. Специально для программы «Новости. Главное». Прямо сейчас небольшая коммерческая пауза. После рекламы мы покажем материал о строительстве школ в Сургуте. По сообщению руководителя городского департамента образования Ирины Замятиной. В этом году муниципалитет получит два новых объекта. Возводят еще несколько, однако ситуация не везде обстоит гладко. Почему? Некоторые интересные и важные события этих семи дней в традиционном дайджесте завершит программу «Новости. Главное на этой неделе» блок, посвященный мошенничествам. Отчего жители, несмотря на море предостерегающей информации, продолжают попадаться на уловки злоумышленников. И как последние получают доступ к личным страницам пользователей в социальных сетях. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Главные новости этой недели вам рассказывают корреспонденты службы информации. Сургут Интерновостей. Меня зовут Дарья Давыдова. 14 февраля 2019 года Сургутская мэрия впервые заключила концессионное соглашение на строительство школы в 39-м микрорайоне. Это будет первое в нашем городе образовательное учреждение, возведенное по подобному инвестиционному договору. Первопроходцем в регионе в этом мог стать Нижневартовск, писали РИА Новости недвижимость. Но там концессионер свои обязанности не выполнил. Школу в столице Самотлора строить так и не начали. В Сургуте же новый корпус 9-й школы в районе железнодорожников. На стадии почти полной готовности работы завершены на 97%. Если 16 февраля учреждение на 550 мест пройдет итоговую проверку, то в марте его запустят в эксплуатацию. Еще три школы за счет инвесторов в самом крупном муниципалитете региона строят с нарушением сроков. Почему концессии по учебным заведениям срываются и есть ли у них все же перспективы для реализации в нашем городе? На эти вопросы искала ответы Карина Александровна. В экономической столице Югры по концессии в ближайшие годы намерены построить семь школ. Одну из них ведут в эксплуатацию уже в марте этого года. Новый корпус учреждения номер 9 может стать первым в России, который возведен за счет инвесторов. Школа по аналогичному соглашению строится и в Нижнем Новгороде. Но власти Сургута верят, что корпус образовательной организации в 39-м микрорайоне Сургута станет первооткрывателем. В Югре так точно. Ну, в принципе, которая сейчас уже в стадии завершения, то есть она будет первым объектом, который подведен в формату консессионной инициативы. Еще три образовательные организации строят с отклонением от сроков. В 34-м микрорайоне нарушен этап проектирования. Инициирована процедура досрочного расторжения договора с консессионером. Заказчик, то есть администрация, направила исковое заявление в арбитражный суд Югры. Предварительное заседание намечено на 26 февраля. Несмотря на это, инвестор намерен в первой декаде марта пройти госэкспертизу архитектурной части проекта. Проектная документация его находится на государственной экспертизе, то есть она, по крайней мере, он направил ее договор, заключил, и сейчас отрабатывает замечания. То есть пока параллельно работаем. То есть мы в рамках тех процедур, которые предусмотрены соглашением, потому что иначе мы не можем, да, это бюджетное средство, и как бы мы обязаны так поступать. А консессионер пока в любом случае решает вопросы в рамках завершения проектирования. То есть посмотрим, к чему это приведет. Аналогичный разрыв договорных отношений начался с подрядчиком, который взял на себя обязательство возвести образовательный объект в 30-м А микрорайоне. Он также нарушил сроки проектирования. Стоит вопрос о том, что мы заходим в суд в связи с тем, что нарушены сроки этапов конституционной реализации. На момент утвержденных сроков проект не был представлен на госэкспертизу. Но в рамках переговоров и недавнего обсуждения вопроса с губернатором Татальей Владимировной, мы договорились о том, что берем еще один некий период для возможности реализации и удержания этого проекта в активной стадии. И получается, до 8 февраля мы ждем, что консессионер зайдет в госэкспертизу. В случае, если госэкспертизу до 8 числа не проведут, налицо риск полного неисполнения, а значит и разрыва контракта. Вместе с тем заказчик выставил консессионерам за отклонение от сроков неустойку в размере более 2 миллионов рублей. Заключенное ранее соглашение по школе в 38-м микрорайоне расторгнуто из-за роста стоимости материалов. Инициатором прекращения сотрудничества выступил сам консессионер. Он передал в мэрию проектную документацию вместе с положительным заключением госэкспертизы. Теперь строительством займется новый инвестор. Консессионное соглашение с ним планируется, подпишут к середине этого месяца. Известно, что подрядчик, желающий взять на себя расходы по возведению учреждения, является консессионером в 5-м А микрорайоне. Там завершается проектирование, идут подготовительные работы на земельном участке. А до 10 февраля инвестор должен сдать на проверку часть проектно-сметной документации. Школа Сургут 5А. Всё в рабочем режиме решается. Единственное, скажу, что со второго числа у нас контактная группа выезжает в экспертизу. Это массивная. И будем добивать положительные заключения по тех частях. Возведение двух школ в Сургуте планируется с привлечением федеральных средств. Заявки направлены в региональное правительство, откуда их перешлют в Москву. Результат будет известен к концу февраля. По двум объектам, на которые мы заявились на федеральную субсидию, это две школы в микрорайоне 20А и 24 города Сургута. По ним, со стороны города, все материалы к заявке направлены. Официальная заявка из округа должна уйти в федерацию до 31 января текущего года. Дальше уже по мере приема принятия решения уже будем согласовывать все консессионные соглашения. В 2021-м в Сургуте построили школу в 32-м микрорайоне. Там открылся корпус лицея имени Хисматулина. Он принял 900 учеников. Оплатили ее напрямую из бюджетов региона и муниципалитета. Консессионная форма же позволяет ускорить процесс, при этом разгрузить городской и окружной бюджеты. В этом случае частный инвестор за свой счет возводит объект. Затем мэрия в течение нескольких лет по графику за него расплачивается. Механизм несколько схожий с ипотекой. И первые результаты будут уже в этом году. Две новые школы дадут почти полторы тысячи мест для сургутских учеников. Впрочем, это только начало. Всего в списке планируется в перспективе и реализуемые сейчас два десятка образовательных объектов. Карина Алексанян, Сергей Кондаков, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости. Главное». В Сургуте жители, недовольные уборкой снега во дворе на улице Магистральная 34, поинтересовались, а могут ли они взыскать с УК деньги за некачественную очистку осадков у жилой высотки. Или вовсе за отсутствие таких работ. Вот. Оказывается, могут. В этом заверили представители контрольного управления мэрии и департамента городского хозяйства. Правда, не во всех случаях такие претензии удовлетворят. Объективно откажут, если, например, стояли крепкие морозы, или же из-за обильных снегопадов технику отвлекли на уборку улиц. А срок чистки двора сдвинули на несколько дней. Были ли такие случаи, когда жители писали заявление на перерасчет в мэрии, не вспомнили, а потому эта практика может стать инновационной в понуждении коммунальщиков любой ценой исполнять работы качественно и в срок. Пока же пользуются стандартными процедурами. За нарушение местных правил благоустройства штрафуют. Застарелые горы снега у высоток и неубранные территории тянут на штраф. Его сумма достигает 50 тысяч рублей для юридических лиц. Максимальное взыскание в 6 раз больше – 300 тысяч рублей. Такое постановление может составить жилстройнадзор за неисполнение ранее выданного предписания. Таких случаев, правда, не было. С начала года инспекторы контрольного управления выдали почти три десятка. При достережении в адрес управляющих компаний почти все они исполнены. Продолжит выпуск дайджест недели важные и интересные новости короткой строкой через мгновение. Аэропорт Сургута вышел на допандемийные показатели пассажиропотока. В 2021 году воздушная гавань работала в условиях максимального трафика. Этого удалось достичь благодаря расширению маршрутной сети. Летом количество вылетов достигало 60 в сутки. Рейсы выполняли 22 перевозчика. Лидером по пассажиропотоку, как и в прошлые годы, стала авиакомпания ЮТЕР. Самыми популярными направлениями у сургутян традиционно остаются Москва, Махачкала и Санкт-Петербург. Из международного сектора лайнеры отправляются в Турцию, Египет, Киргизию и Таджикистан. В 2021 году обслужил 1 миллион 840 тысяч человек, приблизившись к историческому максимуму до ковидного 2019 года, когда услугами аэропорта воспользовались 1 миллион 860 тысяч пассажиров. В сравнении с 2020 годом пассажиропоток вырос на 42%. Вместе с тем структура наполнения, в том числе этой статистики, уже по итогам нынешнего года может измениться. Все потому, что активно обсуждается информация о возможной передаче маршрутов, на которых летает аэроход своей дочерней компанией «Победа». Сейчас крупнейший перевозчик страны еженедельно выполняет из нашего города более 20 полетов. В Москву заявлены также прямые рейсы на курорты российского Черноморского побережья. Глава Сургута обратит внимание аэрохода на обеспокоенность горожан новостями по возможному ходу авиакомпании с крупнейшего муниципалитета Югры. Подобные процессы происходят во многих других городах, куда пока летает крупнейший перевозчик России. Власти Сургута намерены переться на мнение жителей и инициируют переговоры с руководством аэрофлота. К этому подключатся и депутаты местной и окружной думы. Есть опыт других городов, других регионов, где обращение органов власти к руководству аэрофлота смогло скорректировать бизнес-план и стратегию развития компаний и оставить один-два рейса на определенных маршрутах. Пол-предпрезидент России в УРФО Владимир Якушев поручил решить проблему обманутых дольщиков в Югре до конца следующего года. Большинство таких объектов недвижимости в Сургуте здесь в 2022 рассчитывают ввести несколько высоток, ранее включенных в реестр проблемных. На подходе пятый дом в жилом комплексе «Риверхаус». Итоговая проверка жилстройнадзора начнется на следующей неделе. Приказ об этом издан. Такой же документ ожидается выпустить во второй половине февраля относительно пятого и шестого подъездов дома компании «Салаир» в 41-м микрорайоне. До декабря многоэтажку сдадут полностью. Также прогнозируют, что в текущем году ключи получат дольщики третьего дома в ЖК «Любимый». В ближайшие месяцы станет известна судьба высоток номер 1 и 2 в этом же жилом комплексе. Представители регионального фонда защиты правдольщиков уже работают в Сургуте. Сейчас идет как раз проверка и экспертиза этих конструкций. Почему? Потому что не может новый застройщик зайти, не проверив, в каком состоянии сейчас те конструкции и те сваи, и тот фундамент, который был построен 5-6 лет назад. Поэтому сейчас ведется огромная работа как раз по восстановлению прав обманутых дольщиков. 153 многоквартирных дома капитально отремонтируют за счет средств Югурского фонда в этом году в Сургуте. Как сообщается на сайте регоператора, обновят 66 крыш, 8 подвалов, 59 фасадов. Ремонт коснется и жизненно важных систем – теплоснабжения, водоотведения, электровода и газоснабжения. Договоры по 21 дому уже заключены, там начались подготовительные работы. По остальным многоквартирникам идет процедура по поиску подрядчиков. Более 7 километров дорог отремонтируют в текущем году в Сургуте, обновят асфальт. На пяти участках автомагистралей, которые определили сами горожане с помощью онлайн-голосования. Многие сургутяне ратуют за улицу Привокзальную, в порядок приведут участок Крылова от Грибоедова до Толстого, Пионерную от Виктора Васильева до Дороги в поселок Финский, а также Бажова и Югорский тракт на участке от улицы Энергетиков до Югорской. Кроме этого, обещают завершить работы на Быстринской. В настоящий момент формируется проектно-сметная документация. Аукционы по определению подрядчиков проведут в марте. На остальных магистралях сделают ямочный ремонт. В России с 1 февраля вступили в силу несколько новых законов. Материнский капитал и пенсия должны быть проиндексированы в соответствии с фактической инфляцией. Это более чем 8%. Размер выплаты на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго – более 690 тысяч рублей. Всего материнским капиталом, согласно информации, предоставленной Госдумой, в 2022 году смогут воспользоваться около миллиона семей. Индексация коснется также и неработающих пенсионеров. Размер средней выплаты для них составит почти 19 тысяч рублей. Новый закон, призванный защитить жителей от покупки квартир из аварийного фонда, также вступил в силу со вторника. Теперь информацию о том, что дом подлежит сносу или реконструкции, должны вносить в Росреестр. Данные об этом можно получить при запросе о соответствующей выписке. Дмитрий Курковец, Карина Алексанян. Специально для программы «Новости. Главное». В прошлом году в Сургуте зарегистрировано более 1200 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это мошенничество и кражи, совершенные дистанционным способом. Общая сумма нанесенного горожанам ущерба – более 200 миллионов рублей. Также правоохранители регистрируют заявления сургутян, пострадавших от взлома личных страниц в соцсетях. Отмечается, что чаще всего в нашем городе хакерским атакам подвергаются ВКонтакте и Инстаграм. С помощью сайтов-фальшивок злоумышленники получают доступ к паролям пользователя и используют страничку в своих целях, беззастенчиво спекулируя на чувствах и переживаниях людей. Эта схема входит в топ-10 самых популярных видов мошенничества в интернете. Утечку персональных данных может организовать и вредноносное программное обеспечение, попавшее на ваш гаджет. Оксана Ярославцева узнала, как уберечься от хакерской атаки, о действенных способах защиты персональных страниц и возможностях собственных служб безопасности сообществ, существующих в сети. Надя, у тебя брашка есть? Есть. Да не про твою честь. Плохо мне, Надюха. Ух ты, бедный какой! Пожалейте его! Гляньте, недопил! Сейчас пойду жене-то вон, расскажу, как по дворам шляешься, попрошайничаешь. Да нету ее! Санечки моей нету! Потом вышел врач, говорит, умерла дедушка, твоя бабушка. Завтра привезут. Вообще-то три дня держать положено, но в морге нет местов. Поможете по-суседски. Как же! Поможем! Поможем! У современных обманщиков новые способы достижения своих корыстных целей. Межличностное общение все больше уходит в интернет, в соцсетях и чатиках обмениваются впечатлениями, делятся новостями. Родные и близкие, знакомые знакомых, а то и вовсе посторонние личности, как-то оказавшиеся в друзьях. Между тем, все новейшие технологии успешно отрабатывают и мошенники. Мы же, как пользователи, не всегда закрываем свои социальные сети от не наших друзей, так скажем. В каждой сети можно сделать так, поставить, разрешать просматривать мою страничку только тем, кто мой друг. А кто-то этого не делает. Злоумышленникам элементарно достаточно зайти, опять же, тот же социальный инженеринг, посмотреть, у кого что произошло и собрать о каком-либо человеке информацию и сделать свои, так скажем, темные дела. В правоохранительные органы Сургута в минувшем году поступило около десятка заявлений о взломе личных страниц в соцсетях. Вторжение происходит при помощи фишинговых сайтов, копии реально существующих порталов, но адресующих пользователя на хакерский ресурс. И человек, умеющий, свободно получает доступ к личным страницам, данным и паролям своей жертвы. В основном это социальная сеть ВКонтакте и Инстаграм. Люди жаловались о том, что у них был взлом на социальную сеть, допустим, Инстаграм, и где в истории, так скажем, у них появляется то, что помогите. Сын, дочь, родители попали в ДТП и необходима операция, и как бы собирать денежные средства. Не стесняются злоумышленники рассылать известия о безвременной кончине близкого человека. Душесщипательно рассказывают о понесенной утрате. Пришло сообщение, что сегодня утром не стало моей мамой. И знаете, у меня вот как обухом по голове, все в шоке просто с тымом. Как так, неделю назад была на работе, все хорошо, а то вдруг не стало. Звоню через контакт Кате, а там как бы запрет на звонок. Ну я ей пишу, как так, серьезно? Она говорит, да, серьезно. Вот посмотрите, у меня на странице написана статья. Ну там вкратце написано, что она заболела, что мучилась, ну как бы болела долго и в итоге как бы умерла. И вот они там похороны организуют, их хватает на похороны. И вот кто сколько может помочь. Сам обладатель страницы в соцсети и не подозревает, что его данные так беззастенчиво используют. Мы ехали с ребенком в автобусе. И стали мне звонить все родственники с работы, друзья, спрашивать, что случилось, действительно ли деньги нужны. Ну как так вообще случилось, что мама молодая, да что да. Я сперва понять не могу, в чем дело. И что вообще всем от меня нужно. Оказалось, взломали страничку в соцсети, взломали и поменяли пароль. Мне с работы, получается, сделали скриншот, скинули, что с моей страницы выставлена такая информация, скинута фотография карты банковской. То есть там прямо написано моя фамилия, имя, ну карта стороннего банка вообще. Взлом личной странички в соцсети и манипулирование данными владельца – эта схема входит в топ-10 самых популярных видов мошенничества в интернете. Эксперты советуют максимально усложнять коды доступа и для каждого ресурса, тем более банковского, использовать свой шифр. При этом можно даже не фантазировать самому. Существуют генераторы паролей и приложения, где их можно хранить. Вредоносные рассылки, как правило, веерные, не направлены на конкретную личность, а злоумышленники в результате получают массу данных и используют самые доступные. Подбор, естественно, проводит не человек самостоятельно, а производит специальное программное обеспечение, роботы, которые быстро и очень много различных вариаций паролей пытаются ввести. Но серьезные современные сайты уже со своими службами безопасности, естественно, в своем коде это все закрывают и не дают более трех раз неправильный пароль ввести. Если идет рассылка веерная внутри социальной сети всем по списку, одно и то же сообщение, в системе есть роботы, которые блокируют. Также могут быть блокировки, допустим, если кто-то публикует кредитные карты, номера карт или там счетов. По наполняемости информации с соцсетями уже практически сравнялись с мессенджером. В них тоже необходимо регулярно проверять состояние учетной записи. Пароли приходят не смс-ками, а приходят в мессенджер. И такое тоже есть. За этим тоже надо следить. Если вы видите какое-то устройство непонятное, чужое, его лучше удалить, лучше перелогиниться, удалить все устройства, отключиться от всех, все номера, вот отключить все устройства и зарегистрировать повторно новое. Ничего вы не потеряете, у вас точно так же все контакты, все сообщения вернутся. Но с того вы будете уверены, что у вас только одно ваше устройство подключено к сети. В прошлом году в Сургуте зарегистрировано 1200 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В общей сложности потерпевшие лишились более 200 миллионов рублей. В отношении физических лиц, то практически 80% они совершаются несложными техническими способами. Главный инструмент, который как раз психологическое воздействие с целью вести гражданина в заблуждение путем обмана либо злоупотребления доверием. К сожалению, в числе пострадавших, потерпевших у нас, в том числе и незащищенные слои населения, и жители города пожилого возраста, вот это совсем становится обидным. На информационно-просветительские мероприятия из городской казны направляется ежегодно около 2 миллионов рублей. Проводят разъяснительную работу правоохранители. Вскоре в крупных торговых точках Сургута появятся тематические баннеры. Разработаны памятки, где прописан алгоритм действий в сомнительных ситуациях. Получив тревожное сообщение, прежде всего уточняйте информацию. Мошенники спекулируют на чувствах, страхе, сострадании, желании помочь. Звоню на второй номер, отвечает женский голос. Я говорю, это кто? Она говорит, Юлия Геннадьевна. И тут я ей такого наговорила, говорю, как так, тебя уже похоронили, на венок скидывай. Ну, как-то вот посмеялись. Ну, конечно, ситуация неинтересная, неприятная. Бог видит, кого обидят, и им это вернется. Это точно. Ну, хорошо, что все обошло. Такие преступления у нас раскрываются. После того, как к нам гражданин обращается, что произошел взлом в социальной сети, мы непосредственно отправляем запросы, так скажем, в компании ВКонтакте, Инстаграм, соответствующие правоохранительные органы, откуда она приходит, ответ уже, с какого адреса было, так скажем, подключение социальной сети. И мы дальше уже анализируем, проводим оперативно-рестные мероприятия. Как это ни прискорбно, но всю информацию мошенники с легкостью добывают на просторах интернета. А поэтому не стоит легкомысленно относиться к путешествиям во всемирную сеть. Берегите себя, своих близких и свои персональные данные. Оксана Ярославцева, Денис Зонов, Сергей Кондаков. Специально для программы «Новости главные». Только за первой пандемийной 2020-й мошенники, оперирующие в интернете, либо использующие базы телефонных номеров россиян, заработали около 150 миллиардов рублей. Таковы данные портала хабр.ком. И с каждым годом цифра растет. Несмотря на все предупреждения, предостережения и рекомендации правоохранителей и экспертов по кибербезопасности, граждане продолжают попадаться на провокационные действия злоумышленников. По-прежнему популярен развод по телефону. В стране действуют настоящие колл-центры. Мошенники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, социальных служб. И под различными предлогами пытаются получить персональные данные абонента, чтобы использовать в своих корыстных целях. А их полно, каждый день звонят. Особенно пластиковые окна. Один раз меня обули на 11 тысяч. Поверила. А сама стала звонить, а там этого вообще не существует. А мы наивные такие. Вообще всем верим, доверяем. С застойных времен. Да сейчас каждый день звонят и предлагают услуги. Ну, я их посылаю. Ну, предлагали от банковской карты код сказать. Но я ничего не сказал. И информации много. И по телевизору, и интернет, и родственники все. Предупреждены, да. Просто если мне из банка или откуда-то звонят, я вешаю трубку и все. Даже не вступаете в разговоры? Нет, никогда. Просто, если говорят, там это из банка, ваш, например, счет пытается совершить действия. Я вешаю трубку, я знаю, что они не должны звонить. Мне кажется, любой иск отсталкивался. Ну, я уже знала, что такие мошенники существуют. Поэтому просто либо кладешь трубку, либо говоришь какую-то шутку, что да, я в курсе, что снимают, что это мой любовник, пусть снимает. Это были главные новости уходящей недели. Чтобы всегда быть в курсе последних событий, смотрите программу новости Сургут-24. Читайте наш сайт indefisnews.ru, подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях. Завершат выпуск реклама и прогноз погоды. Я желаю вам только хороших новостей. Будьте здоровы, до встречи в эфире. Доктор Гужагин А вдруг это Волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе Волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Авторадио – крупнейшая коммерческая радиостанция и несомненный номер один в автомобилях. Нас слушает множество людей. Ведь Авторадио – самая узнаваемая радиостанция страны. Радио-рекордсмен, которое любят и которое цитируют. На котором любимые программы и проекты. А еще Авторадио – это доказанный рост прибыли рекламодателей до 69%. Радио слушают. Авторадио любят. Лаврадио – один из самых успешных брендов страны. Нас слушают энергичные и целеустремленные люди. Ведь мы берем от жизни все. Эфир Лаврадио – это эксклюзивные музыкальные премьеры и новости музыкального мира. Звездные гости и крутые призы. Лаврадио – это утреннее шоу-красавцы. Музыкальные итоги за неделю, танцевальная музыка, игры в прямом эфире и... Биг Лав Шоу. В общем, вы поняли. Слушайте Лаврадио. Что такое русский хит? Это новое слово в мире радио. Никакой политики и никаких плохих новостей. Яркие, прогрессивные и понятные мелодии и танцевальные хиты, которые так любит наша аудитория. Русский хит – это еще и мультимузыкальный сегмент эфира, когда вы слышите музыку, музыку и только музыку. Настройся на самый русский хит. Хорошо там, где есть Радио Дача. Радио Дача. Радио Дача. Радио Дача. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok